Это все течет, течет здесь, вот здесь вот особенно, течет, мы все ждем, что это, конечно, упадет, и постоянно здесь огромный ужин. Когда спишь, тишина, естественно, ничего нет, и слышно, как что-то где-то сыпется. Этот дом на Петра Сухова разваливается у Дарьи на глазах. Здесь она живет уже 20 лет. Здание признали аварийным 6 лет назад, и девушка с двумя детьми не претендовала на новое жилье, но была уверена, ей положено хотя бы равноценное по площади. И в один прекрасный день, год назад, нам приходят письма о том, что давайте съезжайте, собирайтесь, и мы не даем им, закончилась программа по обмену, так скажем, квартир квадратных метров на немного лучше, и дают деньги. Мне, например, за 41,7 квадратных метров в моей квартире дали 2 миллиона 450 тысяч, и в эту сумму входит не только стоимость квартиры, у нас приватизированная земля под домом. Получается, деньги Дарья уже получила, а купить на них сегодня ничего не может. Так и живет здесь с детьми на птичьих правах, пока не выселят. Брать ипотеку и кредит девушка не готова. В итоге в этом доме остались две семьи – Дарья и Елена. У женщины-инвалидность тоже двое детей. Так вот, Елене за ее 40 квадратов насчитали порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей. 3 миллиона 200 тысяч рублей, то это можно подобрать квартиры в домах 80-90-х годов постройки, но это уже такой панельный доматого времени, с отделкой, в общем-то, но это по площади будет 33 квадратных метра. А если речь идет о 40 квадратных метрах, то действительно нужно будет увеличить бюджет примерно до 4 миллионов рублей. То есть примерно за квадратный метр сейчас рассчитываем стоимость 95-100 тысяч рублей. Кстати, Дарья насчитали ее 2 миллиона 450 тысяч рублей еще до всем известных февральских событий, после которых цены на жилье взлетели. Опять же, так как дети – собственники, получилось, что я нахожусь в клетке. Деньги, естественно, как собственники, деньги лежат у детей на счетах, и опека, естественно, не пропустит детей с 41 квадратного метра переселить в 30 квадратных метров. Сейчас две оставшиеся семьи на Петра Сухова продолжают бороться за свои права, подав в суд. Неделю назад мы отправили запрос в администрацию Октябрьского района, чтобы прояснить ситуацию. А главное – понять, какие еще варианты могут предоставить людям, которые каждый день рискуют остаться под завалами своего дома. К этой теме мы еще вернемся. Ирина Корчегина, Александр Андропов. День с толком.